Здравствуйте, друзья! Это очередной выпуск о самых интересных событиях из автомобильного мира. И сегодня вы узнаете о таком. Астон Мартин получит нового генерального директора. Джилли хочет более тесного сотрудничества с Мерседес. Рено Меган RS Trophy R не оправдал ожидания. Или можно ли доверять рекордам Нюрнбургринга? Астон Мартин получит нового генерального директора. Об этом стало известно благодаря изданию Financial Times, у которого есть свой осведомленный источник внутри компании. Данное событие означает, что нынешний глава британского бренда Эндрю Палмер покинет свой пост уже в ближайшее время. Подобные перестановки стали причиной крайне нестабильной финансовой ситуации в мире, что крайне негативно повлияло и на без того очень шаткое положение премиального производителя. Напомню, что в прошлом году компания уже была в шаге от банкротства, от которого ее спасла сделка с миллиардером Лоуренсом Строллом, вследствие которой предприниматель стал обладателем 20% акций компании. А теперь главный вопрос, кто же займет вакантное место генерального директора Астон Мартин? Основным претендентом выступает Тобиас Мойерс. Кто не в курсе, это глава подразделения Mercedes-AMG. Напомню, что немецкий концерн владеет почти 5% акций британского производителя, а также является поставщиком двигателей для некоторых моделей компании. Судя по всему, у Daimler большие планы на Астон Мартин, и вполне возможно, что в следующие несколько лет еще один британский производитель станет частью немецкого автопрома. Джилли хочет более тесного сотрудничества с Mercedes. Об этом сообщил в недавнем интервью председатель компании Ли Шу Фу. Как и в случае с Астон Мартин, подобное желание связано с экономической ситуацией в мире, достаточно длительным простоем предприятий и падением спроса на новые автомобили. Вследствие чего даже такой гигант, как Джилли, потерпел огромных убытков. И сейчас главная цель компании – остаться на плаву и компенсировать потери. Одним из возможных вариантов решения данной проблемы является более тесное сотрудничество с Daimler. Напомню, что в 2018 году Джилли приобрела почти 10% акций концерна Daimler и тем самым стала стратегическим партнером немцев на домашнем рынке в Китае. Оба производителя наладили совместное производство автомобилей Smart, а также некоторых премиальных моделей и основали компанию по производству летающих такси. Ли Шуфу считает, что это далеко не все, на что способен такой союз, и что в ближайшем будущем компании намерены предложить ряд интересных продуктов и услуг. Напомню, что кроме доли в Mercedes, китайцы владеют контрольным пакетом акций Volvo, Polestar, британского Lotus, Proton – это производитель из Малайзии, и премиальным брендом Link & Co. Судя по всему, в Джилли не собираются останавливаться на достигнутом и в будущем планируют расширять сферу своего влияния, тем самым получая доступ к новым разработкам и технологиям. Renault Megane RS Trophy R не оправдал ожиданий. Представленный еще в 2019 году французский Hot Hatch незамедлительно отправился на Нюрнбург Ринг для того, чтобы в очередной раз покорить одну из самых сложнейших гоночных трасс в мире и установить новый рекорд среди переднеприводных автомобилей в 7 минут 40,1 секунды. И все было бы хорошо, если бы на днях один из экземпляров не попал в руки изданию SportAuto. Ребята решили проверить, какое время покажет один из серийных автомобилей, которые поставляются конечному покупателю. В результате штатному пилоту SportAuto удалось пройти круг всего лишь за 7 минут 55,12 секунды, что на 15 секунд медленнее рекорда, который установил заводской пилот Renault. И здесь возникает вопрос, что именно повлияло на такой огромный результат во времени? Связано это с мастерством пилота или же все-таки между серийными автомобилями и экземпляром, установившим рекорд, есть разница? Увы, но ответ на этот вопрос мы вряд ли когда-нибудь получим. Напомню, что Renault Megane RS Trophy R является облегченной версией обычного Megane RS Trophy. Благодаря композитным креслам, выпускной системе от Акропович, более легким дискам, а также карбоновому обвесу, автомобилю удалось сбросить почти 130 килограмм, а также получить новые настройки шасси и улучшенную аэродинамику. Двигатель остался нетронутым. Это турбо-четверка объемом 1,8 литра на 300 сил и 400 ньютон-метров крутящего момента. По сути, данная модификация была построена с одной лишь целью – установить рекорд круга. А чтобы результат был засчитан, автомобиль выпустили малой серией в 500 экземпляров. Кстати, у Sport Auto был на тесте автомобиль под номером 25. Дабы не нарушать авторские права, ссылку на видео заезда я оставлю в описании к ролику. Ну а теперь главный вопрос – а можно ли доверять рекордам на Нюрнбургринге? И с чем связана такая огромная разница во времени в случае с Рено? Как всегда, оставляйте свое мнение по поводу данного вопроса в комментариях под этим видео. А у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики. И не забывайте о нашем инстаграме, ссылка на который есть в описании к этому видео. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok